Приветствую всех, друзья! С вами Алексей Шрэдер. Сегодня продолжаю рубрику ответов на вопросы. И я напоминаю вам, что если вам эта рубрика нравится, вы считаете, что для моего канала это самое то, тогда ставьте побольше лайков. Я буду это видеть и понимать, что рубрику нужно продолжать. Я буду отвечать на ваши вопросы, которые вы задавали под моим последним постом в Инстаграм. В прошлый раз, в первой части, я ответил всего на два вопроса, очень развернуто. Я сегодня буду чуть быстрее отвечать, и вопросы будут все-таки попроще, чем были тогда. Итак, ладно, погнали! Так, кто, по мнению Алексея, имеет самую сбалансированную фигуру из нынешних атлетов? Друзья, я не знаю, вы имеете в виду всех атлетов, либо бодибилдинг и менсфизик. Что касается бодибилдинга и менсфизик, если вы смотрели в Инстаграм, я ни на кого из таких атлетов не подписан, мне они абсолютно не интересны, я не слежу за бодибилдингом, я вообще не слежу за фигурами, потому что мне интересны спортивные результаты людей, спортсменов. Скоростность силовая, кто максимально быстро бегает, кто максимально быстро плавает, кто максимально толкает штангу штангистой, там, пауэрлифтинг, армрестинг, вот лучшие атлеты, даже с кроссфитерами немножко подглядываю, лучшими. Ну, вот такая сила, выносливость, это мне интересно. И плюс сами фигуры, хоть я за ними не слежу, мне больше нравятся естественные, не дутые. Мне вот такие пухлые, вскругленные фигуры современных качков не нравятся. Вот прежние химики, там, 40 лет, которые выступали, вроде Арнольда Шварценеггера, Сержа Нубре, я не знаю почему, они тоже были на химии, но они гораздо лучше как-то, более сбитыми такими, более жесткими, что ли, выглядели. Современные такие пухлые, знаете, это меня вызывает отторжение, мне это не нравится. Моя душа, психология, не знаю, как это назвать, не воспринимают данные типы фигуры, такие кукольные, знаете, неестественные. А вот те, хоть они и были химиками, не знаю, почему-то как-то мне больше нравится. Ларри Скотт, там, до сих пор мне иногда нравится посмотреть фото этих людей. И вот, что касается современных, вы уже поняли, да, о качках, на физиках я ничего не знаю и не слежу. Атлеты мне нравятся именно таких фигур, которые выглядят более жестко и на пампе выглядят очень круто. А как бы без пампа, ну, это натуральные атлеты, так выглядят как бы более и обычно. Ну, вот такие более жесткие. Это воркаутеры, борцы всякие. Вот иногда смотришь, не знаешь, как даже фамилия, но вот атлет выглядит красиво. Ну, давайте я им назову все-таки, хоть для меня это вопрос совершенно самого непонятный. Воркаутеры вроде Ковтуна, Лося, Евгения Лося, вроде Максима Трохановца, а Трохановцу пущу ноги подтянуть. Вот такие атлеты, такие как Владимир Баланович, которого далеко не все знают, так называемый русский шредер. Вот такие атлеты мне нравятся. Более жесткие, что ли, не пухлые, не дутые, такие более рельефные, и имеющие постоянную фигуру. Постоянную. А не то, что туда-сюда надулся-сдулся. Так, далее. Остановился бицепс на 40 сантиметрах, при малом количестве жира. Начал заниматься в 28 лет, сейчас мне 34, бицепс не растет уже 3 года. Это предел или есть шанс расти дальше. Начну с того, что, допустим, у моего брата 39 сантиметров, рука, а у вас 40, и то больше. И он уже много лет в таких 39 сантиметрах, и замечательно выглядит, и далее его не заботит рост, поддержание фигуры, это уже супер для него, и я считаю тоже так, со своей позицией по отношению к нему. Это вполне может быть максимум, но, чтобы это выяснить, нужно там померить запястье. Если у вас запястье 17 сантиметров и ниже, то 40 сантиметров руки при сухом, как вы говорите, это уже замечательный результат, поддерживать его и больше не нужно. Ну, до конца, чтобы понять, предел не предел, нужно сопоставить очень много факторов, нужно знать, стрессуете вы или нет, подвержены стрессам или нет, побухиваете иногда или нет, насколько регулярно занимаетесь, какой там объем тренинга, не перебарщиваете ли вы с тренингом, не перебарщиваете ли вы с объемом тренинга на руки, потому что многие думают, руки не растут и буду больше долбить руки, еще хуже себе делает и так далее. Не зная этой ситуации, не изучив этот вопрос досконально, точно сказать нельзя. Непонятно. Будь ваши руки расти еще или нет. Далее. Как думаете, можно ли стать мастером спорта по пауэрлифтингу до 18 лет без фармы? Если нет, то почему? Никак нельзя. Мастер спорта по пауэрлифтингу это очень серьезный показатель, чтобы добиться такого в натурах, нужно заниматься много лет и достичь, скажем так, полного формирования вашего опорно-двигательного аппарата. В 18 лет этого быть никак не может. Если кто-то вам об этом говорит, он, конечно же, лжец. И, в принципе, какому-нибудь мальчику, несформированному психологически, который в 17 лет там уже мастера спорта делает, простительно, что он врет, потому что человек еще не сформировался. Так что относитесь к этому снисходительно. Но однозначно, какая бы там генетика ни была, это нереально. А почему здесь вопрос? Почему? Все понятно, почему. Потому что человеку нужно сформироваться и много лет тренироваться, для того, чтобы достичь такого результата. Мастер спорта, друзья, это результат, который в таблице прописан не для того, чтобы каждый ребенок его мог выполнить. Вот так. Далее. Как объяснить силу и массу многих топовых кроссфитеров? Они тренируются по круговой системе с большими весами, умудряются увеличивать веса со временем и делают огромный объем за тренировку. По логике у них должна быть СНС убита, нет. Как так-то? По твоим советам, такое делать совсем нельзя. Как у них это выходит? И как же правила про длительность тренировок до полутора часов и так далее? Как они живые? Тю-тю-тю, очень интересно твое мнение по такому феномену. Дорогой вы наш наивный человек. Это не феномен. Это использование фармакологических средств. Вот и все. Любой спортсмен, который употребляет фармакологию, допинг, а употребляет уже давно и атлеты на Олимпийских играх, на чемпионатах мира, которые выступают, которые проходят допинг-контроли, не говоря уже про кроссфитеров, все они потребляют допинг для того, чтобы вот так часами долбить, и еще у них веса росли на штангах, и еще они при этом могут накачаться. При кроссфите вы не накачаетесь. Вы сможете нормальную фигуру на тураху получить при кроссфите, но не накачаетесь, так как с базами упражнениями на меньшее количество повторов и без долбежки круговой тренинг. Это точно. Эти атлеты употребляют фарму. И ответьте сами себе на вопрос, что мешает им ее не употреблять. Вот и весь феномен, как вы это обозначили. Никакого феномена здесь нет. И ЦНС, судя по всему, при употреблении фармы, не так напрягается, как у натуральных атлетов. Я уверяю вас, что с такими программами тренинга, если вы натуральный атлет, вы перетренируетесь очень быстро. Очень быстро. Я когда к этим всяким зарубам готовился, раз в четыре дня после основной тренировки из трех-четырех базовых упражнений, буквально один такой сет делал, ну, круговой, и то уже чуть ли не в перетре не уходило раз в четыре дня. А вы говорите, каждый день. И то я считаю, что у меня генетика неплохая. Вы точно влетите в перетре. Алексей, какую посоветуете программу для увеличения разового максимума в жиме лежа? Здесь я, конечно же, не буду расписывать вам, рассказывать конкретную программу или подавать ее. Я просто скажу, что мое мнение таково. Пауэрлифтерская какая-то программа более всего подходит. Есть пауэрлифтерская программа под трое борье, а есть поджим лежа. Однозначно, кроме жима лежа, там почти ничего не должно быть. Может быть, одно базовое движение на низ тела между становой тягой и приседом, и то не на максимумы. И каких-то пару подсобных упражнений под жим лежа. Да жим какой-то, какой-то жим лежа узким хватом, в зависимости от того, какая фаза жима лежа у человека самая слабая. Ну, как-то так. Чтобы в одном упражнении максимально показывать результат, нужно, чтобы восстановительные способности организма направлялись максимально вот в эту локальную зону. А для этого упражнений должно быть мало. Основное и пару подсобок. И как-то там должно быть расписано по процентам. Потому что, когда направляешь тренировочную энергию в одну зону, ты не можешь тренироваться часто. А люди, как правило, хотят тренироваться чаще. У них не будет восстанавливаться, все, если они будут заниматься через день. Понимаете? Поэтому там по процентам расписывается периодизация. Но можно и без периодизации, но тогда придется тренироваться реже и согласиться с этим. Не чаще, чем раз в 4 дня по такой базе. Ну, опять же, зависит. Атлет занимается на химии, либо он натурально занимается. Но, тем не менее, программа должна быть какая-то такая узко направленная пауэрлифтерская. И вот именно поджим лежа. Очень мало там должно быть упражнений. Какие препараты сейчас юзаешь на курсе? Обычно стоит мне там что-то напампиться, я уже на курсе. Когда я не на пампе, я там сдулся на ПКТ и так далее. Люди, очень многие люди, вот они в чем-то уже себя убедили, у них есть своя реальность в голове. И бессмысленно их пытаться переубеждать. Как бы... Ну, что мне ответить на такой вопрос? Ну, сами подумайте, что я могу ответить. Наверное, ничего. Люди уже себя во всем убедили, им бессмысленно что-то отвечать. Алексей, сколько приемов пищи в день на данный момент? Сколько литров воды выпиваешь? Так, выпиваю литров воды, наверное, в районе 2,5 литра в день. И еще где-то литр примерно на кофе, чай. Приемы пищи я не расписываю по часам, я уже об этом говорил, там как-то все случайно получается. Примерно 4 приема пищи. Мне кажется, 4 может быть еще какой-то пятый, маленький совсем прием пищи сюда вмешается. 4-5, короче, приемов. Эктоморф со склонностью к набору жира на животе и жопе. Есть ли смысл рвать жопу в зале супербазой, когда банально не растет и нет к этому никаких предпосылок? Или же стоит смириться, что это не твое и просто поддерживать форму на турниках? Да, есть смысл не рвать попу в зале. Можно спокойно заниматься на турниках, иметь отличную форму, воркаутерскую, с кубиками пресса, без большой мышечной массы, но очень подтянута, под жаро красиво выглядит. Есть смысл. Но все равно, помните, если вы хоть и эктоморф, и склонность, вы как говорите, нет у вас к росту мышц, то все равно на базе такой, как жима лежа, присед, становая тяга, тяги штанги в наклоне, вы несколько будете иметь большую мышечную массу, чем на турниках. Все равно большую. Процентов на 10-15. Друзья, все, всем пока, это была рубрика ответов на вопросы. Ставьте лайки, если будете их активно ставить, будете смотреть такие ролики, то я буду продолжать их снимать.